Аква-десант Вообще идея основать именно подводно-поисковый отряд у меня достаточно давно уже была. Эта идея сейчас как раз осуществилась. 14 ноября мы запустили этот проект и запустили уже непосредственно набор основных участников этого проекта. Суть проекта заключается в том, что на базе Рязанской областной федерации подводного спорта будет организован из числа молодежи нашей Рязанской области. Будет проведена подготовка этого отряда и летом мы уже совершим подводно-поисковую экспедицию для того, чтобы осуществить поиск затопленных объектов времен Великой Отечественной войны. Возможно идентифицировать объекты эти, узнать о них, при каких обстоятельствах совершено крушение данных объектов. Возможно идентифицировать участников, которые непосредственно принимали участие в данном сражении. Также мы будем погружаться на известные объекты, очень интересные, узнавать их историю, подробно описывать их. Студенты вузов будут принимать участие у нас как и в непосредственном погружении, также будут и принимать участие в каких-то научных деятельностях. Может быть кому-то удается написать дипломную работу, потому что достаточно много будет изучено исторических моментов. Нами было изучено уже много исторических различных документов, военных документов, архивных документов, на основе которых мы будем осуществлять и нашу экспедицию, наш поиск. Как будет осуществляться набор в аквадесант? Вообще, как я сказал, уже 14 числа, 14 ноября 2019 года был дан старт уже о конкурсном наборе. Он проходит в данный момент в электронной форме сейчас на сайте экспедиция62.рф. Любой желающий принять участие в нашей экспедиции может зарегистрироваться на данном сайте. Два раза в месяц мы проводим сбор участников и по особым критериям, по достаточно строгому отбору, будем проводить набор участников водолазных специалистов, будущих водолазных специалистов. Что это за особые критерии? Человек должен быть как минимум здоров. Это во-первых. Во-вторых, обладать определенными знаниями истории. В-третьих, вообще иметь желание. Иметь желание в непосредственном участии этого проекта. Не просто получить определенную какую-то специализацию или обучиться, а иметь большое желание поучаствовать в таком историческом значенном проекте. И, соответственно, больше ничего. Как будет проходить обучение, ребята? Обучение будет проходить порядка 3-4 месяцев. После того, как мы уже отберем 20 человек, потому что уже количество будет ограничено достаточно, непосредственно водолазных специалистов, будущих водолазных специалистов, мы их будем сначала готовить теоретически. Будем изучать теорию вместе с ними, будут проводить селекционные занятия на базе Рязанской областной федерации подводного спорта. Ребята во время изучения теории будут писать тесты. И после этого они будут сдавать уже экзамены по теории. Параллельно с ними инструктора Центра Федерации будут заниматься непосредственно практическими навыками, которыми необходимо знать начальными навыками именно водолаза. После этого они сдадут уже практические экзамены и будут начинающими специалистами. Затем они пройдут второй курс. Он более сложный, он уже более продвинутый курс, который подготовит их до водолазного специалиста. После прохождения второго курса они будут обладать достаточно большим знанием. Они уже самостоятельно будут иметь знания по планированию погружения. Они самостоятельно будут знать снаряжение, использованное снаряжение, назначение снаряжения и так далее, обслуживание. Они будут иметь понимание, как необходимо вести непосредственно поиск тех или иных объектов, мелких или крупных частей. Будут иметь знания по проникновению в надголовные среды. Будут обладать достаточно хорошей плавучестью. Это необходимо. То есть достаточно объемом навыков и знаний после нашего окончания будут готовы. Плюс ко всему они пройдут курс оказания первой помощи. То есть будут готовыми специалистами для того, чтобы уже участвовать, полноценно участвовать в нашей научно-исследовательской экспедиции. Вы говорите, что идея проекта у вас была давно. А как эта идея вообще появилась? Вообще идея появилась... Я неоднократно участвовал сам в различных поисковых, наземных экспедициях. Мне было интересно это, что-то находить, инвестицировать. Потому что изучение истории меня всегда привлекало. Так как непосредственно моя деятельность связана с подводной деятельностью. Поэтому была идея такая, что-то необходимо, что-то найти под водой. Это достаточно будет интересно. Но у которой требовалось гораздо больших ресурсов, больше подготовки. Поэтому возникла идея практически давно, практически с детства уже. Сколько у вас уже было погружений на исторические какие-то такие объекты? Мы совершаем погружения порядка... Сколько я не могу сказать, мы их совершаем практически каждый год. То есть каждый год наши студенты, те, которые приходят, новички, те, которые, особенно молодежь, это очень радует, что им интересно. Которые к нам приходят, которые приходят на обучение. Мы совершаем экспедиции на наше российское Черное море. И это ежегодно, порядка двух-трех раз летом, мы практически каждый месяц, мы совершаем эти мини-экспедиции, будем так говорить, но на те объекты, которые уже известны. Это тоже интересно, потому что мы не только совершаем погружение на те объекты, помимо погружения самого мы изучаем эти объекты, изучаем историю этого объекта, изучаем причину гибели этого объекта, при каких обстоятельствах. Мы изучаем, кто непосредственно принимал участие в той или иной битве. Ребятам это достаточно интересно и это радует, что наша сегодняшняя молодежь интересуется историей. Плюс ко всему, они достаточно подготовлены в роли начинающего дайвера, для того, чтобы совершать погружение на те глубины, на которые им разрешена сертификация. Разрешая сертификация их. Вы говорите, погружений было много. А какой из них стал самым запоминающимся для вас? Вы знаете, у меня каждое погружение практически запоминающееся. Я не могу выделить их, потому что здесь нету никаких повторений. Любое погружение влечет за собой какие-то новые факторы, новые действия. Потому что ты погружаешься в тот мир, который вообще до сих пор не изведан нашими специалистами, никем. Ты видишь то, что никто и не видел, бывает и такое. Поэтому всегда это интересно, всегда это завлекает. И я думаю, что это навсегда. Какой была самая большая находка? Самая большая находка, она точнее не большая, а достаточно важная. Это самолет Ил-2. Ил-2 был найден, индифицирован уже у Черного моря в районе Анапы. Было интересно погружаться, было интересно изучать причины гибели. Было интересно найти того пилота, который непосредственно управлял этим самолетом. Изучить, при каких обстоятельствах самолет потерпел крушение. Потому что он вел прикрытие конвоя из наших кораблей из Новороссийска в Туапсе. И, естественно, найти его родственников. То есть, я считаю, мы провели достаточно большое дело. И я считаю, это самая главная цель, которую вообще может быть достичь экспедитор, экспедиционер во время любой экспедиции. Необычный вопрос. Что чувствует человек, когда читает и следует про какой-то объект, погружается под воду и находит его, может прикоснуться к нему рукой, что внутри происходит? И вообще вся эта работа достаточно занимает, помимо большой и объемной работы, объема работы, она требует от себя достаточно большой и серьезной подготовки. И когда непосредственно эта подготовка уже завершена и ты уже достигаешь цели своей работы, помимо, конечно, удовлетворения, у тебя возникает достаточно много серьезных различных чувств. Вот. Ну, гордость, наверное, да. Вот. Соответственно, радость в том, что в любом случае будет продолжение этого. Потому что результаты твоей работы, они принесут пользу другим людям на самом деле. А, говоря о важности, вы сказали, что нашли самолет под водой. Какие еще были находки? Ну, на самом деле, не то, что мы нашли. Его нашли еще до нас. Вот. Мы просто непосредственно изучили историю этого самолета. Вот. Ну, как правило, непосредственно, что касается нами, нами еще пока не было совершено именно таких значимых находок, которые повернули там какое-то значимое событие было в истории. Вот. Я думаю, что у нас все это впереди, потому что я и назвал это первый молодежный поисковый отряд, да. Вот. Были различные мелкие какие-то объекты, которые непосредственно относились, да, к частям там того или иного там самолета или судна, которые помогли уже научным большим экспедициям, да, уже проводить хронологию определенных событий. Вот. Это да. А такого, что мы нашли какой-то объект, у нас, к сожалению, не было. Но я думаю, что это все впереди. Мы начинаем очень хорошее дело. Я думаю, что со стороны наших властей будет моральная какая-то даже поддержка. Вы говорите, что погружались в основном на Черном море. То есть есть какие-то карты, где отмечены суда? Что касается... В основном на Черном море, что касается, да, что касается или менее, будем, таких экспедиций научных, ну, они вряд ли научные. Ну, скорее, научные можно сказать, да, потому что ребята, да, изучают именно научные, изучают эти объекты, да, с научной точки зрения. Вот. Это Черное море. А так мы погружаемся не только на Черное море, мы погружаемся достаточно практически по всему миру. Вот. Но существует, конечно, существует карта, существуют координаты, существуют точки, да. Они также есть и в открытой, опубликованы в открытой форме в интернете, да. Вот. У нас есть свои карты, где непосредственно мы находили что-то, мы готовы поделиться с этим. Вот. Кто пожелает, проблем никаких нет. Вот. И в дальнейшем любые какие-то находки, они, естественно, имеют свои координаты, GPS-координаты. Мы их отмечаем, составляем свои карты, на самом деле. Потом это все интересно изучать. Вот. Потому что по этим координатам мы уже можем в архивных документах посмотреть, когда проводилось то или иное сражение, при каких обстоятельствах. И уже изучив эти архивные документы, можно уже идентифицировать сам объект и, дай бог, идентифицировать тех людей, которые непосредственно принимали участие в этом сражении. На какие еще объекты под водой вы погружались, осматривали, кроме самолетов? Ну, вообще, это и корабли, затопленные корабли, это и танки. Но, к сожалению, что касается танков, допустим, это искусственно затопленные были объекты. Вот. Сейчас, на самом деле, в дайв-индустрии, в подводной индустрии, это уже модно очень искусственно затопливать какие-то объекты, для того, чтобы потом интересно было на них погружаться. Вот. А так, во время Великой Отечественной войны у нас потерпело крушение достаточно много наших кораблей, да, также и вражеских кораблей. Вот. Поэтому мы погружались на находки не только времен Великой Отечественной войны, но и Первой мировой войны. Они до сих пор сохранились, сохранились в хорошем качестве. Вот. Можно посмотреть даже и названия где-то какие-то, какие-то предметы мелкие. Вот. Это все хорошо море сохранило. Наша задача это поддерживать и привлекать молодежь к этому, потому что, я еще раз говорю, это не только непосредственно само погружение, мы не только смотрим, да, но мы изучаем его, да, даем ребятам, даем нашей молодежи изучить данный объект, да, при каких обстоятельствах это все было. Это достаточно интересно. Дмитрий, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин